Краевой творческий конкурс «Сортируй отходы, береги природу» призван повысить экологическую культуру, а также привлечь внимание юных кубанцев к вопросам обращения с отходами потребления. Участие в конкурсе приняли ребята из 39 муниципальных образований Краснодарского края. В их числе были и славянцы, работы которых оценили очень высоко. Подробности в нашем репортаже. Всего в оргкомитет краевого творческого конкурса поступило свыше 2400 заявок. В числе работ было более 850 плакатов и полутора тысяч поделок из пластика. Интерес к этой теме огромный, как и количество конкурсантов. И все же юные славянцы смогли сделать такие плакаты, которые позволили им стать лауреатами и победителями престижного конкурса. Трое ребят вместе со своими педагогами были приглашены к председателю Совета Славянского района Григорию Литовке для вручения заслуженных ими наград. И Демид, и Аня, я хотел бы к вам сперва обратиться. Вы молодцы, вы проводили очень хорошую акцию. Акция «Сортируй отходы, береги природу». Вы же понимаете, что такое природа, да? И стремимся, да, сделать нашу природу, планету чистой. Я хотел бы поблагодарить ваших наставников, педагогов, вот они находятся сегодня. Они, наверное, вам помогали, рассказывали, как собирать, сортировать отходы, да? Куда нужны крышечки, куда баночки, куда батареечки. И благодаря вам будут смотреть на вас ваши сверстники все и будут заниматься тоже таким благим делом, как вы занимаетесь. И наш поселок сейчас будет чистым, правильно, да? Ну, а из таких поселочков и городов состоит наша страна. Поэтому вам огромное за это спасибо от нас, взрослых. Победитель краевого конкурса Владислав Ермоленко из 51-й школы рассказал о желании внести посильный вклад в улучшение экологии с помощью участия в конкурсе. Мне предложил мой классный руководитель Мария Владимировна. И я всегда за то, чтобы участвовать в таких конкурсах. И поэтому я принял участие в этом конкурсе и нарисовал плакат вот такой вот темы. Председатель Совета Славянского района вручил ребятам дипломы и памятные подарки и пожелал им всего самого доброго. Воспитанники детского сада номер 28 Демид Панченко и Анна Филоненко выполнили рисунок гуашью и стали призерами в номинации социальный плакат «Мы за чистый край» возрастной категории 6-9 лет. Я хочу, чтобы все люди долго жили счастливо, чтобы люди убивали мусор, чтобы не загрязняли воздух, не разыграли костры в лесцах. В этой же номинации возрастной категории от 10 до 14 лет уверенно победил Владислав Ермоленко. Его социальный плакат был посвящен раздельному сбору мусора. Я просто увлекаюсь рисованием, нигде ему не обучаюсь. На плакате я изобразил баки для сортировки мусора. Тема эта для Владислава Ермоленко близка и потому, что в их школе очень серьезно подходят к участию в экологических акциях. Наша школа участвует в волонтерских движениях. У нас есть кружок школы волонтера. И вот мы всем волонтерским движением каждый месяц участвуем в мероприятиях. Очищаем территорию школы от мусора, рядом, близлежащие территории. Также мы участвуем в акции «Крышечки добра», которые сдаются на переработку. Участвуем в акции «Спасем ежика», собираем батарейки. И, конечно, мы заинтересовались конкурсом по раздельному, по сортировке мусора. Пожелаем одаренным и неравнодушным ребятам из нашего муниципалитета новых творческих успехов на Ниве борьбы за хорошую экологию. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «События».